всем привет я очень много слушаю музыки стиле джаз в стиле вот таком вот я не люблю опять таки все эти чем дальше тем меньше я люблю все эти обозначения рог такой рок секой рок 3 рок 5 10 есть просто музыка просто музыка хорошая или музыка плохая а это зависит уже от каждого конкретного слушателя для одного одно хорошо для другого другое хорошо и слава богу очень замечательно это все так вот иногда тянет меня вспомнить о музыке сыгранной преимущественно на акустических инструментах и никак не обойти мне слово фолк потому что артист пластинки которого у меня вот тут стоят на диване критики его называют фолк музыкантом хотя к нему у меня никогда не было отношения как фолк рокеру хотя он играл с группами там файл под конвеншен incredible string band в начале карьеры и считался фолк певцом с акустической гитарой но не знаю не знаю боб дилан на раннем этапе там был фолк певцом да потом стал нормальным рок музыкантом а правило стюарта которого я имею ввиду вообще даже первые три альбома его которые действительно акустические кстати там играл джимми пейдж с ним на первом альбом во всяком случае дальше я не помню играл ли там там orange вот эти love chronicles у меня нет этих пластинок они были у меня в стародавние времена в стародавние времена шли сплошные обмены 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 на что-то их куда-то что-то поменял и до сих пор у меня их нет я с удовольствием их приобрету если они вдруг где-то появится вот там играл джимми пейдж это была акустика но как-то это не воспринималось но как фолк мало сказать что там песни были на всю сторону еще такие человек перепрыгнул через pink floyd пел играл на всю сторону нормально все и не вот не ложится это фолк туда отношение это не не увязывается никак с ним не знаю почему хотя акустика да все дела эл стюарт шотландский музыкант прекрасный мелодист автор исключительных по качеству песен совершенно но это такие уже пластинки среднего периода его russians and americans посвящена борьбе двух держав давным-давно еще в каком году ты записал восемьдесят четвертом предвосхитил борьбу которую мы наблюдаем сейчас вот он сам красавец эл стюарт вообще на рок музыкант это не похож на самом деле такой сидит чего-то пишет масса пластинок есть не масса но несколько альбомов есть у меня их не нету к сожалению дома где он на обложке сидит весь обложенный книгами на столе там истории екатерины второй российской империи что-то еще королева елизаветы погружен в изучение исторических и научных источников по истории мировых культур разнообразных в общем строит из себя умного но не только строит а является таким умным потому что песни у него действительно умные несмотря на то что есть песни и просто про любовь а есть песни основные на историческом материале ну я скажу что это не очень важно потому что важно в первую очередь его музыка он прекрасный гитарист изумительный очень хорошо поет не громко но точно с хорошим тембром и с довольно затейливыми партиями большой молодец в этом смысле настоящий музыкант и автор отличных мелодий отличных мелодий и отличных гармоний его слушать приятно всегда любую песню просто ставишь элла стерта и просто полный кайф настолько проникновенно настолько как-то пороковому и вместе системы интимно у него все это происходит поет все время для тебя все время вот не для огромной аудитории а лично для тебя вот бывают такие арти вот пол саймон он поет для всех он сразу он сразу когда я слышу пола саймона мне кажется что я сижу в зале в огромном причем или на каком-то стадионе на открытой арене и пол саймон на сцене поет для 50 тысяч людей а эл стюарт поет всегда для меня только одного или для вас когда будет слушать самая ранняя из пластина который у меня есть это past present and future она хороша в первую в первую очередь песнями old admiral's warren harding soho needles to say это хит который исполняется на концертах эллом стюартам беспрерывно это отличная песня сама по себе soho needles to say мелодичная цепляющая быстро и интересная the last day of june 1934 1934 уже про историю пошли до post world war to blues и roads to moscow 8-минутная пьеса дороги на москву про вторжение немецко-фашистских войск на территорию советского союза про битву за москву про бегство немцев из россии и советского союза возвращение советских солдат из берлина советский союз и потом ареста этих солдат и отправка их в лагеря в сталинске вот такая вот такое восьмиминутное полотно грандиозная очень красивая terminal ice и нострадамус на 9 минут 50 секунд 10-минутная история о нострадамусе который предсказал все важные мировые события но при этом при том что очень много информации вываливается сразу на слушателя из всех этих песен я подчеркну что они очень красивые музыкально и их можно слушать без перевода я английский нет сапу из со слуха я перевожу все это с бумажки потом но в основном то половина половина тут просто понятно не то чтобы конечно совсем ничего не понимаю в моем возрасте уже можно научиться понимать тем более что достаточно много времени провел в англоязычных странах поэтому общем это все конечно ложится но конкретную информацию из песен все-таки приходится вы выцарапывать с листа что называется вот можно этим не заниматься потому что очень красивые мелодии очень хорошая музыка и здорово все сыграно состав музыкантов здесь следующий я не буду называть неизвестных нам людей но скажу что например рик вейкман например тим ренквик л стюарт понятно петер берриман азик галлоуэй испанская гитара джон вилсон ударные петербург рик вейкман тим хинкли еще вместе с риком вейкманом клавишные в общем человек двадцать здесь музыкантов мог мандолина инглиш концертина фортепиано аккордеон клавишные ударные бас стил гитара испаниш гитара акустическая гитара электрическая гитара и несколько человек на бэк-вокале а также струнные и духовой оркестрики небольшие поддерживают всю эту красоту очень красивая история он сказать монументальная past present and future называется л стюарт очень очень рекомендую но самая главная история это вот эта пластинка это вот эта пластинка называется она год кота the year of the cat разворотик я уже говорил один раз что мне задавали в комментариях вопросы если у вас музыка которая пробивает на слезу в вашем возрасте ну во первых мне надо меня обижать не такой уж у меня и возраст еще чтобы рыдать от всякой ерунды но сама песня год кота the year of the cat заглавная песня она здесь последняя на этом альбоме она до сих пор пробивает на слезу она настолько красиво она настолько тонко аранжирована такая мелодия так интимно спета интимно это не значит шепотом нет не такая песня ты не такая это с барабанами начинается с прекрасного фортепианного рифа она вся и выросла из этого фортепианного рифа который наиграл клавишник работающий здесь здесь уже не вейкман здесь я к стыду своему не знаю этого человека я назову его фамилию ну ладно ладно это не так уж важно потому что можно посмотреть в энциклопедии где-то в интернете фамилию пианиста и пианист наиграл где-то на репетиции этот риф на пианино соответственно рай или на рояле я не знаю эл стюарт услышал и через два месяца родилась песня year of the cat которая выросла из этой истории я читал что сначала это была песня об одном комическом актере который покончил с собой потому что он разочаровался во всем своей профессии в юморе и как-то вышел на сцену и стал говорить о том как он разочаровался как ему плохо как как ему все надоело а публика смеялась да потому что все привыкли к его сценическому образу после этого он покончил с собой но потом эл стюарт передумал и написал просто лирическую песню с кучей как всегда забитой туда информации отсылка к художественному фильму с хэмфри богартом тут про хэмфри богарта немножко спета но на самом деле эта песня о том что влюбленные расстаются не расстаются скоро расстанутся и боль от этого и тоска и грусть того что мы расстанемся но пока мы еще не расстались пока мы еще находимся пока еще год кота происходит и это такая конечно история вроде банальная да содержание песни такое так себе хотя там я повторяю туда много чего на на напихано как всегда любит стюарт но это вот это та штука которая пробивает на слезу вот послушайте и вы меня поймете может быть и вас пробьет и пробивает и то как он поет и мелодия и вот этот вступительный риф который идет лейтмотивом через всю песню фортепиан несколько аккордов и гитарное соло которое переходит в саксофонное соло вот там уже просто экстаз начинается и все это тонко все это без давления без ярости без грохота все это все это вот так вот в душе так вот тонко проходит и вот момент когда гитарная нота переходит в саксофонную ноту и начинается саксофонное соло это уже все это уже все все падают все умерли от счастья и потом ставит эту песню на репит настолько она хороша я говорил там оста своих любимых песнях эта песня наверно будет в первой десятке у меня то что много-много лет не поверьте много-много лет не знаю лет двадцать наверное а то и больше она у меня просто вот за номером один ну и все остальное здесь тоже хорошо он до бода на границе мировой хит свое время была эта песня также как и евро в декрет он до бода очень многие любят даже больше он до бода чем его в декрет ну каждому свое бродовый хотел send in your shoes все здесь все прекрасно здесь прекрасно все это пластинка от и до хороша а продюсировал ее а он parsons что интересно он от pink floyd ушел по причине того что его собственная карьера заладилась у него пошло все хорошо его проект процветал но его стюарт он стал продюсировать настолько он ему понравился бывает такое да где он тут в кредитах есть alan parsons есть конечно куда он денется да да alan parsons я ролика и следующий айбом его стюарта который называется time passages это тоже творение алана parsons а как продюсера ну естественно творение элы стюарта она не такая хитовая здесь нет таких разрывных песен как на your of the cat она просто просто очень хорошая валентин свой прекрасный номер life and dark вот сама песня time passages у нас люси веселенькая такая отчасти веселенькая очень хороший альбом эл стюарт с продюсером алана по ну да алан parsons parsons for kinetic productions да 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 все так и есть в общем очень советую для тех кто не знает не слышал никогда стюарта советую от души а сама песня year of the cat мало того что она на студийном альбоме блестяще вот на этом концертники такой полу концертник здесь три стороны концертных одна студийная стюарта лайф вот здесь ярко еще более разрывает душу чем на студийной записи еще просто она чтоб душа развернулась а потом обратно завернулась но душа после того как она здесь развернется обратно уже не свернется точно на такой открытый для мира и останется это чудо-искусство за это искусство мы и любим за то что она позволяет душе открыться и закрыться но не до конца и красоту мира продолжать продолжать впитывать искать новую красоту и находить ее там где при закрытой душе ее не увидишь вот так изящно я закончу сегодняшний базар пошел пить пока